Приветствую вас товарищи трейдеры, это очередной видео обзор валютного рынка, основанный на измененном волновом анализе Эллиота. По валютной паре на прошлой неделе были отличные покупки. Как вы помните, мы покупки рассматривали строго после завершения нисходящей конструкции уровня H4 пробитием наклонного канала. У нас здесь было пробитие, после этого была волна коррекции, здесь у нас была покупка. Сделку я закрыл на уровне, здесь же у нас 200% по Fibonacci, то есть здесь скопление уровней, и поэтому здесь я ее закрыл. Она немного прошла дальше, сейчас в принципе мы здесь же и находимся. Также конструкция H2 тоже завершилась, вот как мы видим пробитие наклонного канала у нас есть. Две конструкции H4 и H2 завершились, и сейчас вот конструкция H5 тоже возможно скоро завершится пробитием наклонного канала. Как видим, наклонный канал находится недалеко. Давайте разберем, где мы можем покупать и где мы можем продавать. Восходящая конструкция завершилась. Вот эта вот восходящая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Видим, здесь есть пробитие, и вся эта конструкция завершилась. То есть это вверх или волна B от главного нисходящего движения или волна A в новом восходящем движении. Если это волна A, то вниз волна B и вверх будет волна C. Давайте разберем, где мы можем покупать. Так, строим наклонный канал, который защищает вот это вот нисходящее движение. Я не буду строить волны для того, чтобы, ну давайте построим, наверное, волны, чтобы было виднее, о чем я говорю. Вниз волна A, вверх волна B и вниз, соответственно, волна C. Вот такая вот нисходящая конструкция. Строим наклонный канал по этой нисходящей конструкции. Так вот наш наклонный канал. Ранние покупки будут после завершения данной нисходящей конструкции. Волной A пробиваем наклонный канал, волна B коррекционная и импульс волна C. На пробитие волны A мы ставим ордер на покупку. Вот такая вот покупка. Это ранняя покупка. Лучше, если цена еще вниз немного спустится, для того, чтобы дать более глубокую коррекцию. Потому что здесь у нас получается очень дорогая покупка. Если мы вниз спустимся, сделаем нормальную трехволновку, то это будет гораздо лучше. Но на данном этапе можно рассматривать такие покупки. А для того, чтобы продавать, все-таки, наверное, лучше спуститься ниже уровня 1.18.31. Потому что уровень уже стал зеркальным. Вот мы видим, здесь он был сопротивлением. Здесь он стал поддержкой. Как видим, уровень сильный. Поэтому я думаю, что лучше, чтобы мы закрепились за уровнем. То есть вот такая будет, например, волна A, которая пробьет уровень. После этого коррекция волна B. И как внутри коррекции, так и на пробитие минимума можно уже будет продавать. Если продавать внутри коррекции, то обязательно коррекционную волну разбиваем на подволны, строим наклонный канал. И на завершение коррекционной восходящей конструкции можно будет уже искать продажу. Цели для продажи 1.17.20 и 1.16.85. Цели для покупки обязательно на максимуме переводим сделку без убыток на уровне 1.18.77. После этого строим FIBA-сетку на волну A. И наши цели 123.6, 138.2 и 161.8 по FIBA. Это уровни 1.19.27. Но здесь, наверное, лучше выбрать не 1.19.27, а наклонный канал нашей главной нисходящей конструкции. Потому что он находится ближе и цена, возможно, от него отскочит. Следующая цель, если пробьем наклонный канал 1.19.58 и главная цель 1.20.10. По валютной паре фунт-доллар были отличные покупки. Вообще неделя оказалась очень простой именно для торговли по волновому анализу. Вы помните, что мы вот здесь где-то находились, когда я записывал аналитику. И я сказал, что ни в коем случае нельзя нам продавать. Почему? Потому что мы уже находились на уровне 1.61.8. И не было никакой коррекции. То есть я сказал, что мы, возможно, еще спустимся немного вниз. Но при этом без нормальной коррекции мы ни в коем случае не продаем. И покупки мы рассматривали после завершения конструкции уровня H2 пробитием наклонного канала. После чего коррекция. И внутри коррекции были покупки. Вот она наша конструкция H2. Наклонный канал было пробитие волной А. Вниз коррекция волна В. Вверх под волна А. Под волна В вниз. И вверх под волна С. Здесь была у нас покупка. То есть очень простая покупка. Мы разбираем такие покупки каждую неделю. Цель, опять-таки, банальная. 138.2 по FIBA. Вы знаете, что я очень часто беру в цель именно 138.2. Почему? Потому что по этим парам, которые мы разбираем, 138.2 наиболее часто отрабатывается. То есть здесь, в принципе, нормальная цель. 85 пунктов прибыли получилось. Сделка была легкая. То есть цена сразу ушла вверх. И поэтому здесь было все очень предсказуемо. А сегодня был такой вынос. То есть мы прошли вниз. И потом быстро-быстро вернулись вверх, образовав фигуру молот. Именно восходящий паттерн молот. Вот здесь очень хорошо его видно. Вот наш молот. Отличнейший молот вообще. И вот у нас, в принципе, мы пошли вверх. Итак, сейчас мы находимся в восходящей конструкции уровня H4. Здесь было вот этим выносом. Здесь было повышение волнового уровня. Сейчас мы находимся в конструкции уровня H4. Для того, чтобы нам покупать, нам по-любому нужна коррекция. Потому что мы уже сильно сходили вверх. Ударились о уровень 161.8 нашей вот этой вот конструкции. Но сейчас уже есть смысл перестроить. Почему? Потому что было повышение волнового уровня. И вот мы построим по новой волне A. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы мы знали наши цели для покупок. То есть, если мы покупаем, то мы закрываемся. Ну, вот, наверное, здесь вот лучше закрыться. 1.33.40. Потому что здесь у нас 100 от зеленой конструкции. Уровень 100 от нашей нисходящей конструкции. Поэтому я думаю, что здесь будет закрыться намного лучше, чем чуть выше на 138.2. Но для того, чтобы нам покупать, нам нужно скорректироваться. То есть, нам нужна волна коррекции в любом случае. А возможно, волна коррекции сделает ретест уровня 1.32.28. Но она должна быть, потому что сильное такое движение. То есть, все-таки рынок выдыхается. И должна быть обязательно волна коррекции. А волну коррекции обязательно разбиваем на подволны. То есть, подволна A, подволна B и вниз подволна C. В принципе, эти же подволны видны. А когда мы это сделали, обязательно строим наклонный канал по конструкции. Ну, например, он будет такой, наклонный канал. И для того, чтобы нам покупать, нам нужно пробить наклонный канал. То есть, завершить вот эту вот коррекцию. После этого получить волну B. И на пробитие волны A нам можно будет покупать. То есть, такая покупка будет уже после коррекции. Опять-таки, по существующему тренду. Тренд у нас восходящий. И поэтому такая покупка будет намного безопаснее и более логичная. А сейчас покупать, я думаю, что не стоит. То, что, во-первых, мы находимся на уровне 123.6 от зеленой конструкции. Мы находимся на вершине волны A нашей восходящей конструкции. Но, опять-таки, у нас сильно-сильно было безоткатное движение. Поэтому коррекция все-таки должна состояться. Для того, чтобы рассматривать продажи, ранние продажи ниже уровня 1.32.28 получили вниз волну A, вверх волна B и вниз на подволне C, то есть подволна A, подволна B и подволна C на пробитии подволны A мы продаем. А цель для продажи – это наклонный канал нашей восходящей конструкции. Это ближайшая цель, где мы обязательно переводим сделку без убыток. Почему? Потому что конструкция восходящая, и наклонный канал все-таки ее защищает. Если пробиваемся, то цель 1.30.49, 1.30.50. В принципе, я думаю, что можно даже взять наш минимум. 1.30.30. Это наша цель для продажи. По австралийскому доллару для продаж у нас не было коррекции. Вы помните, что для того, чтобы продавать, нам нужна была обязательно волна коррекции. Без волны коррекции мы не продавали. И покупки у нас были на завершении вот этой вот нисходящей конструкции, пробитием наклонного канала. После этого коррекция, и после этого были покупки. Сейчас цена движется в восходящем ценовом канале. У нас главная волна уровня H1, вот она, волна A. Волна B, после этого идет подволна ACM30, BCM30, и вверх CCM30. Также волна C состоит из подволн. Предположительно, состоит из подволн. То есть, может быть, она здесь закончилась. Если мы сейчас пробьем вот этот вот максимум, уровень 0.78.31, то у нас образуется вот эта вот еще одна внутренняя конструкция. То есть, если мы сейчас пробьем, то будет вверх под волна A уровня M15, вниз под волна B уровня M15, и вверх под волна C уровня M15. Вот такая вот будет конструкция. Кстати, если мы пробьем, то можно будет раннюю продажу искать именно на завершении вот этой вот конструкции. Особенно, если она будет усеченная, то есть, если будет волна C короткая. То есть, она не дойдет до 123.6 по Fibonacci от волны A. Если мы пробьем, только если мы пробьем, тогда мы сможем построить наклонный канал, который будет защищать вот эту вот восходящую конструкцию. И на завершение этой восходящей конструкции пробитие наклонного канала, волна коррекции и пробитие минимума мы продаем. Вот такая вот продажа. На уровне 0.7794 переводим сделку без убыток. То есть, это будет зона наклонного канала. И опять-таки, здесь у нас сильный уровень горизонтальный. Что нам даст пробитие вот этого вот уровня, кроме того, что нам даст вот эту вот конструкцию? Если мы пробьемся, то мы как раз подойдем к верхней границе ценового канала, от которого мы можем как раз отскочить вниз. И здесь уже на волне C можно будет продать. Скорее всего, в принципе, мы и подойдем к верхней границе, потому что мы знаем, что границы ценовых каналов, они как магниты. И поэтому здесь у нас, в принципе, дорога открыта. Для того, чтобы нам покупать валютную пару, также нужно получить волну коррекции. То есть, нам нужно пробить, сформировать конструкцию. И вот, например, будет такая ситуация. А, В, С сформировалась. После этого завершили красную конструкцию. Тем самым повысили волновой уровень. И вот такая вот может быть у нас волна С. То есть, вниз волна В, В, вверх под волна А, под волна В и под волна С. Или получить более глубокую коррекцию. И уже на завершение этой коррекции мы ищем точку входа на покупку. По новозеландскому доллару думал, что не придется торговать всю неделю. Но сегодня была сделка, сработан отложенный ордер на покупку, на завершение нисходящей нашей конструкции уровня H5. Как вы помните, для того, чтобы продавать, мне нужна была коррекция. То есть, то же самое, что и по другим валютным парам. Не было коррекции. Сразу мы пришли вниз. Причем так стремительно обошли вниз. И здесь у нас начался флет. И за счет этого флета было как раз пробитие наклонного канала волна H1. После этого коррекция волна В уровня H1. И здесь сработала ночью покупка, отложенный ордер. И закрылся уже сегодня днем на уровне 138.2. Профит здесь совсем небольшой, но зато уверенный. Итак, сейчас мы находимся в восходящей конструкции уровня M30. И наша главная восходящая волна уровня H1. То есть, M30 это наши подволны. Как видим, цена находится на уровне 200 по FIBA. Вот наша главная восходящая конструкция. Поэтому здесь, возможно, и начнется коррекция. Для того, чтобы нам покупать валютную пару, естественно, мы не будем покупать сейчас на самом-самом максимуме. Нам нужно дождаться повышения волнового уровня. То есть, завершить конструкцию уровня M30. Завершили конструкцию уровня M30. После завершения конструкции, может быть, она будет более вертикальная. На подволне C мы покупаем подволна A, подволна B и вверх подволна C. Вот такая покупка. Почему нам нужно завершить конструкцию M30? Для того, чтобы набрали силы, для того, чтобы дальше идти вверх. То есть, нам просто нужна нормальная коррекция. Продажи также можно рассматривать на завершении конструкции уровня M30. То, что у нас волна B была очень глубокая, уровня H1. Если мы будем искать продажи на завершение конструкции уровня H1, то так получится, что мы продадим на самом-самом дне, вот здесь, на сильнейшем уровне, который, видите, как долго сдерживал. И, я думаю, может опять сдержать продавцов. Поэтому ждем завершения конструкции уровня M30 пробитием наклонного канала. Пробили. После этого вверх коррекция волна B. И после коррекции волны B, подволна A, подволна B и подволна C. На пробитии подволны A мы продаем. На пивоте конструкции уровня M30, вот он наш пивот, обязательно переводим сделку без убыток, потому что пивоты сильные. И здесь у нас, опять-таки, рядом с пивотом уровень 100 от конструкции уровня H1. Поэтому, если продаем, то обязательно на уровне 0.71 ровно мы переводим сделку без убыток. И также на наклонном канале можно уже фиксировать прибыль. На синем наклонном канале конструкции уровня H1. Если мы покупаем, то замеряем, например, вот так сейчас мы пойдем вниз, вот как есть. Замеряем восходящую волну A, потому что, если мы покупаем наш первый план, который был для покупок, то мы предполагаем, что вот эта вот волна A, вниз будет коррекция B и вверх будет C. Поэтому нам нужно замерить волну A. И берем 123,6, 138,2. Ну, наверное, 138,2 все-таки такой классический профит. 138,2 по FIBA. Именно от волны A какая она будет. Какая она будет, я не знаю, как видите, сейчас цена идет вверх. То есть, может быть, еще чуть-чуть вверх поднимемся. Поэтому просто замеряем и берем 138,2 по FIBA. По доллару, швейцарскому франку, все было именно так, как мы и предположили. Ценовой канал сдержал продавцов. Вы помните, что покупки я не рассматривал вовсе, потому что здесь у нас сильный уровень, здесь у нас ценовой канал. И мы как раз и ждали этого восходящего движения для того, чтобы можно было хорошо продать. Продажи у нас были на завершении синей конструкции, пробитием наклонного канала. После этого волна коррекции. И после волны коррекции уже внутри этой коррекционной волны у нас были продажи. Цель для продаж у нас была 0,97, 0,8. Опять-таки мы это тоже обсуждали. Впрочем, вот была продажа, вот была цель, все очень просто. Так, сейчас у нас нисходящая конструкция уровня H1 завершилась пробитием наклонного канала. Вот оно мы видим, это наше пробитие. Возможно, мы пойдем вверх по нашему главному восходящему тренду. И также, может, пойдем вниз. Поэтому мы рассмотрим и покупки, и продажи. Так, если мы рассматриваем покупки, то вверх у нас волна А уже есть. Вот она, наша волна А, которая завершила нисходящее движение. Вниз волна Б тоже сформировалась. И покупки возможны на пробитие нашего максимума. Выше уровня 0,97, 62. Если у нас здесь сработают покупки, то у нас образуется восходящий FZR, то есть восходящая конструкция. А если такое произойдет, то обязательно строим наклонный канал по нашей восходящей конструкции, который будет служить нам сигналом к перевороту. Так, если пройдем вверх, то построили наклонный канал. И на пробитие наклонного канала, например, у нас сработала сделка, и цена пошла против нас. Есть волна А, есть волна Б. И на пробитие минимума мы продаем эту точку входа при усеченной C. Опять-таки, мы не просто продаем, мы еще и закрываем сделку на покупку, которая у нас была открыта. То есть мы переворачиваемся. Это если мы пройдем до максимума. Вариант второй, что сейчас у нас волна Б, и это было просто повышение волнового уровня. То есть вниз волна А, вверх волна Б, которая сейчас уже состоялась, и вниз под волна А. Давайте посмотрим на М15, может быть здесь что-то есть. А вот есть. Вверх, так давай я тебя под волну нарисую, чтобы не запутаться, другим цветом. Вниз под волна А. Вверх под волна Б, вот она наша под волна. И вниз под волна С. Вот она отличная точка входа на продажу, на откате Б. Вот она наша продажа. То есть ниже уровня 0.9740 можно продавать. На нашем минимуме, на ловушке для профи 0.9710 мы переводим сделку без убыток обязательно. И наша главная цель для продажи это район 0.9669 или 138.2 по ФИБа от предполагаемой волны А. На этом все, зарабатывайте вместе с нами, профита вам и благополучия. Вперед. Субтитры создавал DimaTorzok